По работе во многом сталкиваюсь с проблемой выявления мошенников. Соответственно, вот этот доклад посвящен именно этой проблеме. К сожалению, опять же, никаких таких секретов выдавать не могу. И рассказывать, как оно все проходит, как это делаем мы. Поэтому, скорее, доклад посвящен привлечению вашего внимания к такой проблеме, как fraud prevention. И я просто расскажу, что это за проблемы, в каких сферах чаще всего возникает, что это где-то такое. И опишу просто best practices в этой области, просто то, что делают люди. Мы делаем тоже очень многое. Оно действительно работает как раз машинное обучение и дейтамайнинг. Один из очень мощных инструментов в борьбе с мошенниками. Значит, одно маленькое замечание. У меня были некоторые трудности с переводом доклада на русский, так как в голове оно как-то все на английском. Поэтому там будут некоторые английские слова или иногда, возможно, некорректный перевод на русский, так как, в принципе, оно думается в основном на английском. Собственно, мошенничество – это очень серьезная проблема во всем мире, причем в очень многих областях. И в последнее время, так как расширяется количество сфер, где исключается личное присутствие человека, то появляется, соответственно, гораздо больше возможностей для мошенничества. И это приводит к тому, что, собственно, потери от мошенничества измеряются миллиардами долларов. Еще одна особенность в том, что мошенники, они в отличие от многих проблем других, они очень быстро адаптируются ко всяким защитным механизмам, ищут какие-то новые выходы, ищут новые сферы, и имеют такую довольно непостоянную и труднопредсказуемую природу. Собственно, сама область характеризуется тем, что, в принципе, мало того, что чаще всего компании не сильно делятся данными о чем-то с конкурентами, тут это еще усложняется тем, что такая информация вообще о фактах мошенничества очень сенситив. Компании очень неохотно это разглашают или куда-то выносят, так как это и репутация, и, собственно, какое-то признание, указание каких-то дыр всем остальным. Поэтому, в принципе, для проблемы fraud prevention очень отсутствия данных или их недостаточность очень актуальна. Хотя, конечно, там все равно компании вынуждены селиться информацией, особенно эта практика развита среди компаний-конкурентов, которые вынуждены обмениваться фактами, чтобы хоть как-то противостоять и ганимизировать потери. И оказывается, вот такая интересная вещь, что часто там мошенники так ходят к разным компаниям, к конкурентам, наплывами, вот, фокусируются в определенное время на какой-то одной компании, вот, а потом через некоторое время на другой, поэтому там в какой-то степени компании отмечают, что, в принципе, активность относительно постоянная, просто то, что процент мошенников уменьшился у одной компании, означает, что, скорее всего, они ушли куда-то еще. Ну, когда вот на каких-то круглых столах оказывается, что вот происходит такая циркуляция. Вот, опять же, еще одна особенность, то, что процент известных случаев мошенничества очень низок и очень мал по отношению ко всем остальным случаям. И, на самом деле, нет полной уверенности в том, что те случаи, про которые не было подтвержденных фактов, что они были не мошеннические. В принципе, особенно по кредитным картам часто вот происходит так, что каких-то таких минимальных операций с маленькими суммами пользователи могут не заметить. Ну, значит, тут перечислены примеры типов мошенничества, хотя на самом деле сфера очень обширная. То есть это, конечно же, кредитные карточки, довольно актуальная проблема для многих стран. Очень удобное средство для платежей, но очень много возможностей для махинаций. Подделка чеков особенно актуальна в Штатах, так как там они еще довольно сильно распространены. Электронная коммерция, вот, опять же, на Западе довольно широко распространены случаи мошенничества при сроковании, причем это может быть и медицинское страхование, и автострахование, вот, мошенничество при телекоммуникациях, какое-нибудь там несанкционированное пользование связью. Отмывание денег, то есть очень часто там компании какие-то предоставляют совершенно фальшивые балансы, фальшивые транзакции, которые можно выявлять, вот. Ну и жизнь идет онлайн, есть онлайн-игры, вот, особенно часто лезут мошенники тоже в онлайн-кредитование. Благодатная сфера, там деньги, вот. Несколько вообще фактов про то, что, какие примерно потери в мире, вот. Причем потери очень часто занижены, сенсурированы, то есть вся статистика, которая есть, она, как я уже упоминала, очень часто просто какое-то, только феркушка айс только. Например, в Великобритании потери по кредитным картам год составляют примерно полмиллиарда, причем это только по фактическим отчетам компании APAX, при этом реальные потери могут составлять гораздо больше. Вот, тоже интересная картинка, отмечающая вообще количество фишн-атак, вот. И в Великобритании показывающая рост, то, насколько сильно активизируются мошенники. Про статистика по рынку США, от большинство компаний сталкивались с какими-либо попытками мошенничества, и чем обычно, чем выше доход у компании и чем больше у нее количество транзакций, тем больше вероятность того, что компания сталкивалась с мошенничеством. То есть, чем успешнее бизнес, тем вероятнее, что к ним придут мошенники, вот. И чем больше у них количество транзакций, в принципе, тем больше возможности для мошенников что-нибудь сделать. Вот, и убытки довольно большие. Также страдают и рядовые люди. При этом рядовые пользователи часто есть такое соблуждение, что на самом деле платят за мошенничество большие компании, у которых и так можно отобрать какой-то кусок, но, в принципе, по факту платят за это пользователи просто большей стоимостью продукта или меньшим удобством самого продукта, то есть по тем же карточкам там больше ограничений, больше операций делать. Есть еще такая штука в Штатах, как identity theft, когда мошенники воруют информацию о людях, social security number, адрес, данное бюро и на их имя что-нибудь открывают. Тоже довольно большое число таких случаев, вот. Вот, и мошенники потом с удовольствием используя эти данные либо оформляют там пенсии какие-то, либо делают операции по кредитным картам, открывают на имя людей карты кредитные, вот, делают банковские переводы, берут в кредиты, в общем, пользуются довольно активно. Интересная статистика, что на самом деле вот по Штатам для компании был составлен список по количеству компаний, местонахождения компаний, на которые поступала жалоба. Вот, и как вы видите, то есть в принципе не удивительно, что там на первых-трех местах США, Канада и Великобритания, при том, что все жители в Штатах находились. Вот, и интересно, что на четвертом месте оказалась Лигерия, которая, как известно, довольно такая кузница мошенников. Вот, и очень много судей из Нигерии, которые занимаются таким нехорошим делом. Вот, собственно, как раз про Нигерию был такой известный случай, работал в компании Teledata Communications некто Филипп Канец. Вот, и он, пользуясь положением, продавал кредитные истории, ну, вернее, покупал у сотрудников кредитные истории по 30 долларов. Вот, и таким образом ему удалось собрать довольно большую фазу данных. Вот, и, пользуясь этими данными, потом на жертв открывали кредиты, ну, или что-либо оформляли. И, в общем, в итоге предполагаемый ущерб составил как минимум 100 миллионов долларов. При этом заметили, если дело происходило в 79-х, 2000-х годах, когда Филипп Канец еще работал в Teledata Communications, потом он уволился, но продолжал вытаскивать эти кредитные истории. Вот, и только в 2002 году заметили, что что-то может быть не так, и в 2005 году его приговорили, он признал себя виновным. И еще один случай, вот только недавно, буквально, по-моему, в июне тоже объявили приговор для руководителя. То есть это тоже была, это была уже большая международная терпировка, у которой было там несколько слоев в отделке документов. В отличие от первого случая, они еще и проводили разные транзакции, чтобы поднять кредитный рейтинг у людей. Вот, и потом получали, получали большие займы и уходили. Вот, ну и в итоге ущерб минимум оценивается в 200 миллионов долларов. Вот, Тахера Лотхе, по-моему, приговорили к 60 годам тюрьмы и миллиону долларов штрафов. Вот, ну вот это вот буквально самые свежие случаи. И довольно, что интересно в обоих случаях, что они затронули очень большое количество людей. Вот, и поэтому случаи как раз были похожи между собой. Поэтому, в принципе, возможность применить дейтамайнинг, скорее всего, была. Вообще, среди мошенников чаще выделяют first party thought, наименее опасный тип мошенника. То есть, когда человек сознательно дает все свои данные, но не планирует либо расплачиваться за услуги, либо вот, ну, как какой-то, их часто сравнивая с шоплифтерами, которые просто украли продукт в супермаркете, там вынесли под курткой. Вот, они, конечно, неприятны тем, что, в принципе, они меньше отличаются от обычных пользователей. И они часто просто уверены, что раз компания там не поставила достаточно мер предосторожности, то она заслуживает, чтобы ее наказали на эти деньги. Ну, в принципе, к счастью, вот эти же, вот такой тип мошенников, он гораздо, он более редок, чем все остальные, и менее опасен именно потому, что люди представляют свои конкретные данные. Поделяют third party fraud, который случай, когда человек подает себя за кого-то другого. Этот случай более опасен и неприятен для компании, потому что в этом случае страдает и человек, на чьё имя что-то оформили и компания. Но при этом он гораздо, он чаще всего, то есть, в принципе, это хорошая новость для задачи fraud prevention, что он отличается от обычного пользователя сильно. То есть, он может попытаться понять, он обычно пытается маскироваться под хорошего пользователя, но часто у него довольно ограниченное представление о том, что являет себя вот такой вот пользователь, и поэтому он отличается. Вот, и самый опасный тип fraud, это когда мошенники имеют большую базу данных, вот как описываю в двух случаях. Вот, и они могут нанести большой ущерб за короткое время. Опять же, очень опасно, но в этом случае хорошо то, что есть явно, что почти всегда можно выделить похожие черты между вот всеми этими случаями, попытками использования этих данных либо одним человеком, либо какой-то группой. В fraud prevention, конечно же, первое, что приходит на ум, это взять там имеющиеся у нас случаи подтвержденного fraud и натренировать классификатор, вот, но при этом есть ряд проблем, что процент целевой переменной чаще всего очень маленький, чаще всего меньше одного процента, вот, кроме того, нет полной уверенности в том, что хорошее на самом деле полностью хорошее. Вот, есть опять же какая-то там вариативность по времени, они пришли в какое-то время, вот, потом ушли, то есть они не обычные пользователи, они вот такие адверсариалы, которые там пытаются, у них свой цикл, они ищут дыры, они всегда адаптируются и пытаются найти новые усилия. Вот, и как раз вот упомянутые Стасом обычные метрики для определения качества модели чаще всего не подходят именно из-за высокого перекоса в выборке, вот, и поэтому более принято рассматривать другие метрики, как та же площадь под рог кривой, когда, в принципе, мы оптимизируем наше решение по всем областям, либо там какой-то f-score, вот, но суть в том, что из-за того, что данные перекошенные, обычные метрики и обычная ошибка классификации не подходят. Вот, и, собственно, для off-road prevention, то есть он как бы ответвляется, то есть есть много шелевантных областей, вот, на которые стоит обратить внимание, если вот вы столкнулись с такой задачей, то есть это rare class modeling, опять же это cost-sensitive modeling, так как у вас, вы должны учитывать ошибку мис-классификации, то есть ошибку не обнаружения фрода, вот, некоторые там пытаются экспериментировать с сэмплингом, то есть искусственно как-то варьировать в выборке показателей проценты, вот, доценты гудов, бедов и их мешать определенным образом. Также, поскольку, поскольку надо не только уметь распознавать те случаи, которые уже были, поскольку фроды эволюционируют, приходится обучаться и без учителя, то есть искать аномалии, но это тоже сопряжено с рядом проблем, так как данные очень часто содержат шум, вот, грань между какими-то там нормальными и ненормальными, очень неярко выраженная, люди, обычные пользователи чего-либо тоже эволюционируют, тоже меняются, тоже как-то меняют свое видение, ну, в принципе, среди обычных людей тоже какие-то бывают оригиналы, и там те, кто те, кто ведет как-то себя нетрадиционно, вот. Опять же, если нет подтвержденной выборки, то проверить, что нормально, что ненормально, особенно если это, там, в случае кредитных карточек, миллионы транзакций довольно сотруднено. Ну, и те же мошенники, они бывают очень разные природы, бывают, тоже проявляют совершенно разное поведение, вот, действуют по-разному, у них свои причины, свой уровень интеллекта, инструментов и так далее, поэтому всех их чесать под одну ребенку тоже не стоит. Среди, собственно, аномалий принято выделять точечное, контекстуальное и множественное, то есть, если точечное – это обычная аномалия, которая, вот, встретился там какой-то кастомер, который не похож на других, вот, контекстуальная аномалия – это то, что необычно при каком-то контексте, для какого-то времени, там, для этого времени года или что-либо, и множественная, множественная аномалия – это то, что там, аномально не само по себе, а вот в совокупности с какими-то соседями, вот, похожими аномалиями. Ага. Вот, собственно, еще, так же, вот, как и для обучения с учителем, для обучения без учителя во фронт-фривеншене стоит обратить внимание на следующее области, то есть, особого интереса, пожалуй, заслуживает определение связи между кастомерами, которые позволяют достаточно оказать помощь в определении мошенников, вот, и еще есть такая область, как Change Point Setension – определять изменения в системе и отсчитывать период, от которого эти изменения произошли, вот, как раз в контексте аномалий. Вот, собственно, для фронт-менеджмента подходы можно, там, поделиться на классификационное, они же Model Based, основанные на статистике, вот, основанные на близости к расстоянию, подходы основанные на теории информации, вот, а также в последнее время, там, довольно успешно развиваются и применяются к превеншену Craft Mining и Inductible Logic Program. Собственно, для классификации в программе все очень просто, то есть, в принципе, взяли, затренировали с учетом того, что упоминалось про то, что множество подтвержденных бэдов очень мало по отношению к подтвержденным гудам. Вот, в принципе, перепробовать стоит многое в зависимости от того, там, какого у вас, размера ваш статусет, сколько у вас времени и как вам надо это потом имплементировать. Вот, среди статистических методов поделяются параметрические и не параметрические, имеется в виду, что пытаются производиться в попыткам моделировать распределение терянормальных кейсов и потом проверить, соблюдаются ли оно для каждого конкретного кейса. ну, в принципе, среди графической иллюстрации это метод выпуклой оболочки, когда мы смотрим как комикс хау еще довольно распределены так называемые distance-based или proximity-based методы они, собственно, основаны либо на расстоянии между точками в пространстве либо на плотности и все сводится к тому, что ищется такое нечто маленькое которое отлежит далеко от всех остальных кейсов. Собственно, в теории информации тоже неким образом ищем какой-то маленький кластер какое-то множество при котором при исключении которого мы максимально мы максимально минимизируем энтропию. ну, собственно и все то есть тут, конечно, область очень обширная я так чуть-чуть почесала верхушку айсберга поэтому чуть-чуть явно явно осталось много недосказанностей но, в принципе методы которые состоятельно работают при этом приходится быть очень изобретательными в как применении методов так и использовании каких-то фичей ну, которые можно применять в равных этих метрах предупреждения какова типичная развертность подсказных признаков и как вообще получается из текста в машине не ведутся чисто там как получаются признаки из вот той информации на самом деле области очень разные и конкретная вот конкретная проблема может отличаться очень разному но на самом деле вот например транзакциях по кредитной карточке все это время это сумма это предыдущие транзакции ну, как минимум очень цифровое поле ну, при этом там какой-то локейшн вот и куча сопутствующих а пред а размерность может фарьироваться очень сильно так как к сожалению мошенников очень много где вот и поэтому соответственно каждая задача и каждая умеет делать совершенно с разной размерностью буду забирать, что когда у нас есть большой перекос в данных да? что мы там с личного как есть там для того, чтобы как-то их выделить то, на чем можно отличаться ну, на самом деле это зависит как раз от того какие конкретно данных сколько у вас есть данных в принципе то есть это либо классификаторы либо классификаторы либо либо то, что называется шеннер модулем то есть когда вы моделируете распределение как вот тем, что в частности две проблемы накладываются и шум с одной стороны и с другой стороны перекосы потому что шум он как раз поделяется ну, то есть шум отдельно и часто еще получается так, что отдельно одни мошенники отдельно там еще какие-то мошенники потому что они бывают друг на друга очень похожи и не изменяются во времени успевают ли новые случаи анализироваться со скоростью достаточной чтобы быть готовым к новым случаям то есть это как раз собственно от конкретной системы там вообще что это за система насколько быстро можно среагировать и насколько доступны еще какие-то альтернативные методы иногда можно, например в случае кредитных карточек сделать из панов кастомил иногда таких возможностей нету делать что-то превентивное поэтому когда успевают когда нет в принципе и даже сам выбор метода и построение конкретной архитектуры для фрод как раз зависит от того что у нас система как быстро мы можем шеагировать и какие средства кроме моделей у нас есть Вопрос вот такой вот все техники которые я там перечисляла они наверное в каждом конкретном случае специфичны для системы для клиента настроены и так далее но в целом мне почему-то кажется что это не специфично для фрода а это специфично для любого адвесария например те же трейдеры как они себя ведут это меняется постоянно и в принципе это можно было бы кучу информации извлечь из совершенно легальной активности которая бы чем-то помогла вас там не смотрят и конечно это абсолютно верно при этом даже обычные люди они тоже часто склонны брать то есть это действительно склонны брать и подавать какое-то такое намеренное неправдивую информацию с целью получить определенную выгоду в принципе да похожие методы используются но пожалуй все-таки для какого-то массового прошенничества мне кажется тяжело придумать какую-то массовую adversarial это спортивные трейдеры которые постоянно меняют техники но они не обманывают они не пытаются собрать по поводу своего возраста они знают определенные вещи они все-таки чаще всего честно есть какая-то грань могла бы быть синергия то что придумали применять и найти какие-то применяются очень многое делевантно очень многое из перечисленного делевантно для многих других задач конечно еще вопрос сколько проходит времени между тем как случай мошенничества случился и вы его обнаружили практически сразу постоянно анализируете или вы основывались на каких-то новых собранных факторах анализируете в серьезное время ну то есть в принципе опять же есть разные случаи есть случаи например когда система подозревает что это точно мошенник и тогда делаются определенного рода проверки если речь о исключительно подтвержденных фактах то например есть такая штука с карточками как чаржбэк вот есть отдельное понятие чаржбэк фру так вот информация о чаржбэках часто поступает очень поздно буквально через полгода после факта заемного пример так что в принципе понравилось вы вспомнили про чаржбэки и компания сейчас работает с критной карточкой то у нее есть определенный чаржбэк рейд и вы как-то учитываете какие-то факторы которые ужесточают систему в зависимости от изменений потому что если много входа он постоянно увеличивается то есть если момента достигнет то закрывают карточку закрывают аккаунду есть ли динамически как-то меняется в принципе конечно же при оценке пытаются учесть как можно больше факторов причем часто подходят очень креативно какие-то достать и зароситься да конечно есть еще один вопрос я цифры слушал следил те которых посадили несколько сотен миллионов украли логично предположить что есть те которые не борзеют они крадут меньше и не попадаются вот есть какие-то там хоть от потолка оценки сколько они крыли и не попадаются конечно и как они это сделают есть целая статья отдельная исследование аналитиков по оценкам true cost of fraud вот то что там по тем же штатам там ну оцениваем в принципе каждый кто-то оценивает по-разному но в принципе предположительно даже вот видела что там в сто раз больше на самом деле в десять раз больше просто как раз вот но опять же все это только догадки ну да а с стоимость обслуживания карточки же вкладывается в потери на машину чистка еще раз я я точно это для каждого отдельного банка есть отдельная стоимость а да я Правильно, я об этом сказала, что есть часть тех, кто уверен, что в принципе хорошо, что вот эти фроды там молодцы, что вот они обманули компанию, но на самом деле потом это вливается в то, что люди платят больше за продукт. Мне интересен еще КПД вот тех, кто именно. Один украл там 200 миллионов, другой, ну вообще, как-то, что не оценивается. А сколько он получил? К сожалению, то есть есть подробные отчеты на FBI, вот эти два упомянутых случая, о них там было много материалов конкретно в FBI, вот, ну, в принципе, можно почитать. В случае известные и большие.